Он разменял пятый десяток лет, но до сих пор его называют Дима. Наш герой не женился и детей у него нет, его сестра живет в Лос-Анджелесе, несмотря на то, что и она, и любимец миллионов, родом из глубокой провинции. Герой нашего сюжета – кумир миллионов россиян. Он победил на Евровидении, правда, не с первого раза и даже не со второго. Является самым лучшим наставником в шоу «Голос уже не дети» и входит, по данным Форбс, в десятку самых высокооплачиваемых российских певцов. Наш герой работал грузчиком, крутил роман с Яной Рудковской, но не смог стать счастливым и любящим мужем и отцом, а является всего лишь крестным ее сыну Гном Гномычу. Невероятно талантливый и красивый наш герой не скрывает, что снимает стресс и усталость алкоголем, но долгие годы борется с «Зеленым Змеем». Давайте же узнаем, с кем крутил многочисленный роман и Дима Билан, почему побрился на лысо и как справляется с алкоголизмом. Дима Билан при рождении Виктора Билан, заслуженный артист России, Чеченской Республики, Ингушетий и народный артист Кабардино-Балкарской Республики. Первый победитель самого популярного международного конкурса Евровидения. Именно за этот прорыв его полюбили миллионы. Он взлетел вверх на вершину Звездного Олимпа со скоростью света. Кто же помог прославиться артисту? Дима, точнее Витя, родился в маленьком городке в Карачаево-Черкесской Республике. Папа трудился инженером-конструктором на легендарном заводе, собирающем камазы, а мама работала в теплицах. Старшая сестра Елена сейчас стала дизайнером одежды, а младшая отучилась на режиссера и проживает в Лос-Анджелесе. А наш герой учился в училище имени Гнесиных, а потом и в ГИТИСе, подрабатывая по ночам грузчиком в магазине модной одежды. Однако заметил талантливого парня продюсер Юрий Айзеншпиц, сразу посоветовав сменить имя на Диму Билана. Впервые российский зритель увидел молодого парня в клипе «Осень», снятого на берегу Финского залива и на деньги продюсера Елены Кан. Спустя два года он дебютировал на сцене фестиваля «Новая волна» в Юрмале. Да, место он занял только четвертое, но этого хватило, чтобы начать двигаться дальше семимильными шагами. Песня за песней и все удачные, а вот в клипе «Я так люблю тебя» даже снялась дочка Игоря Крутого. Но все знают Билана благодаря нашумевшему выступлению на Евровидении. Однако мало кто помнит, как тяжело досталась ему победа. В первый раз, когда певец только подал заявку на участие в этом нелегком конкурсе, его обошла Наталья Подольская еще на отборочном туре. Как мы помним, ничего хорошего Наташа стране не принесла, лишь пятнадцатое место, завоевав звание самого провального выступления. Вторая попытка Билана прорваться на европейскую сцену принесла ему почетное второе место. Вспомните это выступление, там еще балерина вылазила из белого рояля. Но только с третьей попытки, когда россияне свято верили в своего любимца и острые коньки Евгения Плющенко, который участвовал в выступлении Билана, певец смог взять первое место, благодаря чему прославился на всю страну и Европу. Кстати, Дима Билан лауреат многих международных конкурсов, а после Евровидения еще и крестный отец Гном Гномыча, сына Плющенко и Рудковской. Кстати, с Рудковской у Билана был мимолетный роман, о котором он не жалеет. Но и без провалов в карьере артиста не обошлось. Первый скандал произошел после кончины Айзеншписа, после чего пост продюсерской фирмы заняла его жена, предъявив Билану права на его псевдоним и песни. Три года бегал артист по судам на пару с Яной Рудковской, но смог доказать свою правоту. Также говорили, что на пике популярности певец увлекался запрещенными препаратами. Папарацци то и дело ловили его в неадекватном состоянии, а на концерте в Самаре он и вовсе вышел пьяным, не выступив до конца. На следующий день он извинился, предлагая бесплатный концерт и спонсирование строительства детской площадки. Он никогда не отрицал, что снимает напряжение алкоголем, так как сильно загружен по работе. Тем не менее, несмотря на такую бурную карьеру, сложности и проблемы со здоровьем, ведь ему вырезали грыжу, а в сети даже похоронили, увидев фотографии певца с лысой головой. Так вот, несмотря на все это, Дима Билан все еще остается популярен, да и славится своим холостяцким образом жизни. В свои 40 с небольшим он все еще одинок, несмотря на множество романов и в его личной жизни. Модель Елена Кулецкая должна была стать его супругой после победы на Евровидении, ведь сам певец давал слово, что сделает это. Но спустя полтора года они расстались. Билан всегда предпочитал свободные отношения и по сей день придерживается своего стиля жизни. Он встречался с участницей шоу «Голос» Юлией Терещенко и певицей Полиной Гудиевой, а вот с Юлией Волковой, экс-участницей группы «Тату», он решил не портить дружбу, внезапно вспыхнувшими чувствами. А сейчас Билан вновь вернулся на экраны после скандала с голой вечеринкой Настей и Влеевой. Тогда общественники призывали Министерство культуры лишить высшего почетного звания народный артист России Филиппа Киркорова и Диму Билана звания заслуженной. Однако государственная структура четко объяснила, что только за тяжелые преступления может снять награды и то через суд. Киркоров только потерял новогодние корпоративы, а Настя быстро вернулась на сцену, Лолита Милявская и дальше продолжила вести суперстар. Настю и Влееву все долго обсуждали и осуждали, но в итоге и про нее забыли. Только певица Глюкоза пострадала больше всех. Макс Фадеев забрал у нее псевдоним. Кто в настоящее время является близким человеком для Димы остается загадкой. Его поклонники, естественно, строят предположения. Многие верят, что этот желанный для миллионов девушек и женщин-холостяк втайне встречается с известными личностями из мира шоу-бизнеса. Другие уверены, что Билан возобновил отношения со своей экс-возлюбленной, хотя он сам не подтверждал эти слухи. Недавно в соцсетях появились снимки Билана с оперной певицей Юлией Лима, которая давно знакома с нашим героем и даже работала его бэк-вокалисткой. Фанаты подозревали между ними романтические отношения, но ни один из артистов не комментировал эти догадки. Билан предпочитает не делиться сведениями о своей личной жизни с общественностью, что иногда оборачивается против него. Так недоброжелатели-завистники-хейтеры распространяют слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации, однако сам Билан не считает нужным отвечать на такие обвинения. Сейчас артист уделяет много времени физическим упражнениям. Его телосложение спортивное, можно сказать, даже идеальное. Рост достигает 180 сантиметров, а вес поддерживается в пределах 75 килограммов. В социальных сетях у Димы Билана есть личные аккаунты. Это места, где поклонники могут следить за его творчеством и жизнью, а также любоваться фотографиями. Снимки из личной жизни и профессиональной деятельности певца регулярно привлекают внимание аудитории и подогревают слухи о том или ином романе. А как вы считаете, успеет еще Дима Билан в свои 40 с небольшим стать любящим мужем и хорошим отцом? Или уже поздно ему заводить детей в его возрасте?